Не только обходы и объезды, теперь еще и облеты. Санитарное состояние города главы районов оценивают с воздуха. С высоты птичьего полета Сочи, как на ладони, сверху хорошо видны не только стройные ряды зданий и зеленое убранство города, но и вот такие кучи мусора. Глядя с большой высоты, особенно четко можно оценить масштабы таких несанкционированных свалок. На территории нацпарка они то и дело появляются во всех районах курорта. Вот, например, в Адлере, в районе аэропорта. Горы мусора в лесополосе, а это уже Хостинский район, свалка появилась недалеко от жилых домов. Цель сегодняшнего объезда была выявить эти точки, где у нас есть несанкционированные свалки, где находятся базы этих предприятий, которые вывозят данный мусор, для того, чтобы принять меры реагирования. Сейчас мы по городу Сочи, по поручению Анатолия Николаевича, проводим комплекс мероприятий по выполнению генеральной схемы уборки города. А генеральная схема уборки проста – сбор, сортировка, брикетирование и вывоз за пределы города. Но об этом, похоже, знают не все предприятия по вывозу мусора, таких в Сочи-14. В полном объеме схему соблюдает только САХ, который вывозит ТБО на сочинский мусороперерабатывающий завод, откуда его отправляют на Белореченский полигон. Другие фирмы в конкурентной борьбе снижают стоимость своих услуг за счет того, что отказываются от какого-то этапа утилизации отходов. Куда девается мусор, который собирают такие компании, уже не тайно. Получили запросы от полигонов Краснодарского края, информация о принятых тоннах. 115 тысяч тонн до полигонов не доехали. То есть 115 тысяч тонн у нас захоронили где-то на территории города Сочи, так? Да. Или же привезли по дороге на полигон. Такие несанкционированные свалки наносят вред не только экологии курорта, но и бьют по городскому бюджету, отметил Анатолий Пахомов. Мусор приходится вывозить администрации собственными силами и за свой счет. Мы 300 миллионов рублей каждый год на это дело тратим. Это огромные деньги для нас. И сегодня одна из главных задач – это минимизировать эти все затраты. Налицо нарушение природоохранного законодательства, налицо нарушение генеральной схемы очистки города с теми предприятиями, которые вывозят мусор. Нет подтверждения, что не везут на полигоны Краснодарского края. Нет подтверждения, что не везут на Адыгею. Уже сейчас все предприятия по вывозу мусора проходят паспортизацию. Жесткие проверки проводятся и на базах компаний. Информацию о всех нарушениях сразу направляют в прокуратуру. На рынке уборки города должны остаться только добросовестные компании, подчеркнул Анатолий Пахомов. Поможет и обязательное лицензирование, итоги которого станут известны уже этим летом.